О резком нарастании напряженности между Востоком и Западом в Заполярье, пишет норвежское издание Намдалсависа. Утверждается, что правящие круги в Осло сами неразумно приветствуют наращивание американского военного присутствия. В статье отмечается, что в эти годы можно быть свидетелем неуклонного роста количества солдат и техники союзников по НАТО, размещенных на норвежской земле. Мы видим явные признаки того, что Трендилок превратился в плацдарм для предметной военной политики НАТО в отношении России. Наше правительство и министр обороны все чаще позволяют союзникам, особенно американским, проводить учения на норвежской земле. Отсюда вытекает повышенный уровень напряженности на Крайнем Севере. Отмечается в статье. Указывается на то, что на норвежском аэродроме теперь размещаются американские стратегические бомбардировщики B-1B, которые будут тренироваться с местными истребителями. Ф-35. Впервые в истории иностранные бомбардировщики будут действовать с норвежской авиабазы. Это явное отступление от предшествующей политики Норвегии. Быть добрым хозяином означает не только хорошее отношение к гостям, но также четкое предъявление к последним ряда требований на предмет того, чего те не должны делать. Но при нынешней норвежской власти таких требований не предъявляется. Создается впечатление, как отмечается в статье, что наши гости могут позволить себе делать все, что хотят. А власти страны лишь приветствуют подобное поведение. Мы боимся новой холодной войны. Мы также опасаемся, что накопление вооружений в Трендилаге повысит уровень напряженности, а он сам станет мишенью для великих держав. Утверждается в публикации. Высказано мнение, что вместо этого Норвегия, напротив, должна способствовать снижению напряженности на Крайнем Севере, чтобы добиться мирного сосуществования между народами и государствами. В частности, следует избегать присутствия в Королевстве бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Примечательно, что это не первая публикация подобного рода в норвежских СМИ, ранее ряд местных политиков и общественных деятелей уже высказывал свою обеспокоенность слишком активным участием официального осла в военных учениях НАТО. Кроме того, неоднократно выражалась настороженность тем фактом, что власти Норвегии впервые в истории страны ведут откровенно конфликтную политику в отношении России. При этом повышается риск военного конфликта с РФ, который стал бы катастрофой для благополучного скандинавского государства.